Девушки отдыхают В общем, это такой новогодний выпуск будет Давайте смотреть Это видео – мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи Похоже, мы первые, тут какое-то мероприятие вообще должно быть Машину оставили, сейчас через ЖД перемахнем линию И вот весь этот массив леса, который впереди, все это варначьи горы В общем-то, что я, что Дима, мы здесь первый раз нашли стоянку А вот там двигается какая-то толпа, и, наверное, это наши Ребята, вот там проходит празднование Нового года среди туристов, так можно сказать Но я думаю, что лучше про это расскажет один из идейных лидеров, конечно же Привет! Меня зовут Виталий, я часто собираю такие мероприятия, как сегодня Мы празднуем Новый год, сегодня 22 декабря 2018 года Мы собрались в этом великолепном месте, украшенном не только сосновым бором, но и вот этими стенами старого гранадиоритного карьера Нам очень весело, просто мы не просто наряжаем новогоднюю ель, танцуем У нас ребята подкованы на творчество, имеют хорошие голоса, имеют кухонные способности И нам всем очень просто весело Но у нас не только сегодня празднование, а один из наших специальных корреспондентов взяла интервью у самого Деда Мороза А Дед Мороз-то не настоящий! Проверьте его! Проверьте, где он дел настоящего Деда Мороза! Куда он его дел? Добрый день, Дед Мороз! Расскажите, пожалуйста, откуда и как вы попали на эту поляну, откуда приехали? Добрый день, девушка-красавица! Ну как попал на эту поляну? Все поляны в России мои! Я же их снегом засыпаю, за елочками ухаживаю, а вот вы как попали на мою поляну? Мы на электричке, приехали на большой праздник, очень нам здесь нравится Пожелайте что-нибудь на весь год людям Ну, пожелаю вам не испортить мой лес, не мусорить, вести себя трезво и любить лес, родину и Дедушку Мороза Где ваша Снегурочка? Снегурочка пошла проведать белочек, зайчик, волков, медведей, все ли спят? Шишки ли висят на месте? Ну и вообще живность, чтобы птички пели, семечки на шишках были Вот придет, осмотрит все, придет, мы с ней и выпьем Очень хорошо, а теперь мы всех приглашаем за стол, попить глинтвейн, покушать пельмешки Так что всех приглашаем, всех желаем очень хорошо провести этот вечер Репортаж вела Ольга из Екатеринбурга, приехала на машине, всех поздравляю с Новым годом, всем удачи! Интервью? Какое интервью? Ну и мы все-таки же туристы, давайте прогуляемся по окрестностям За моей спиной шикарные скалы, пошли гулять Ну и пока основная группа там собирает стоянку и все такое Побегаем по горам Забрались на первую гряду Видок шикарный, иногда не знаешь, на вершину поднимешься И что тут встретишь? Телеграфная вышка деревянная упала Вот это главная фигня Поддон картера двигателя И на самом деле, если посмотреть на север, то видно даже небольшую просеку Для этой же, собственно, вышки Шагаем просто по тропке, которая протоптана И вообще здесь такой округлый кусман леса Наверное, километра максимум два в радиусе И, собственно, потому и остался, что это гора И считается комплексом Варначьи горы Варнаки Это, начиная с 1700-х годов Сыльные в Сибирь Ну а других здесь быть, в принципе, и не могло То есть само попадание твое в Сибирь было как бы наказанием Их клеймили, заковывали в кандалы И пускали по этапу, они сюда добирались Какая-то часть была там поездом Какая-то часть пешком По сути, у них не было выбора Другого, кроме как сюда двигаться Так вот, Варнак это ссыльный И на самом деле Употребляется совершенно в разных Смыслах иногда То есть могут просто вора Варнаком назвать А могут Использовать как оскорбление В общем, по-разному Так вот здесь Немного южнее, чем мы сейчас находимся Проходил Сибирский тракт Сейчас принято считать Сибирским трактом От Екатеринбурга В Сибирь Да, в Сибирь на восток А тогда и в Екатеринбург Он тоже был сибирский И купцы В Екатеринбург везли много разного товара Отсюда везли пушнину и так далее То есть это вот как сейчас Транссиб Так когда-то был Сибирский тракт И с юга, и с севера на него стекались Стекались разнообразные товары Которые здесь добывали А вот эти горы были прекрасным местом для засады И варнаки Которые Ну просто по сути стали прятаться в горах Именно в этих местах Нападали на обозы И как принято считать Потом в этих горах и прятали награбленное Вот потому горы варнакские А сами по себе Мне кажется это продолжение Верхесецкого массива гранитного И думается мне, что Ну просто банально на той же линии Никакой более информации Мне не удалось найти об этом Так что Сейчас попробуем найти пирамиду И каменную стену И еще Ходят слухи Подтверждения тоже нет Что здесь есть изображение Тотемное медведя Чего у нас на Урале Я больше нигде не помню И как говорится Тропы не врут Вот она скала Которую назвали пирамида Конечно больше Если ее Дискретизировать менее То можно сказать Что это скорее эллипс Но человечество такое Пытается найти Всегда знакомые себе формы И на этом основании Дает название Так что это пирамида Никогда не снимал Так на зеркалку Самые высокие скалы Здесь не превышают 20 метров И на самом деле Вот гряда Которую можно видеть Она именно так и сориентирована Как и весь Уральский хребет С севера на юг Так и Верхесецкий Гранитный массив С севера на юг Так что это просто Его продолжение Другое дело Что конечно Минералы могут быть уже другие Судя по координатам Это вот Географический центр леса Вот этого круглого О котором я говорил И здесь Много-много Где разбросаны Останцы Часть Вот этих гор Я так понимаю Северский Северский гранитный массив Северский гранитный скал Вернее Это тоже Эти же горы Варнакские И часть из них Просто взрыли И в нашем ролике Вот про северку Про Соколиный камень Там в начале Как раз Есть Одни из этих гор А в конце Оставшиеся От одной горы Карьер Затопленный Ну а мы сейчас Пытаемся найти Вот как раз Ту самую высокую скалу Высота которой Достигает 20 метров Сейчас все таки Наверное ее отыщем Не могу сказать точно Насколько эта теория проверена Но вот бытует Мнение в интернете Что здесь у нас есть Скала С зооморфными Явными формами Явных Зооморфных форм Я не вижу В частности Это должна быть Скала Дескать По мнению Из интернета Я не нашел нигде Никаких подтверждений Но это скала Имеющая признаки Медведя Которые ему предали Люди здесь обитавшие Три с половиной тысячи лет назад Это видимо Раннебронза Ну то есть По сути Вот Те первые зачатки Металлургии Которыми Урал и славится Лично я Не вижу Здесь медведя Если кто-то Увидел медведя Пожалуйста Стоп-кадр Сделайте И дорисуйте Его здесь Просто Я не понимаю Этих людей И что они употребляют Вот так вот Доверять информации В интернет Обещали Самую высокую точку Этих гор Со скалой Но скалы здесь нет Какие-то совсем-совсем Скромные останцы Высота Этой точки Над уровнем моря 320 метров Но конечно Пирамида Которую мы видели Только что Впечатляет Гораздо больше Зато мы Встретили Медведя Которого Вообще не уверен Что он там есть Ну ладно Такой вот У нас получился Небольшой походик И некая вот Часть Теры инкогнито Которая была У меня на карте По крайней мере Теперь открыта Минуты две Уже Ты дынькает Это вот Полтора часа Не было связи У Димы Представляете себе Подходим к северке С южной стороны В северке Вышка Появился интернет Посыпалась почта Контакт Ютуб И все прочее Вот это так вот выглядит Кошмар же Дальних дорог Нескончаемых Леса прекрасного Воздуха свежего За вас За всех Спасибо Ну что ж Вот такое у нас получилось Интересное мероприятие Новогоднее видео Еще раз поздравляю Всех С Новым Годом Наступающим Для меня еще Это был Клуб интеллектуального Туризма Я Анисимов Дмитрий Смотрите нас и дальше Подпишитесь на канал На наши социальные сети Мы есть почти везде Пока Ка